Олимпиады в Пекине И сразу же я выиграла золото И мне казалось, что в принципе все Цель достигнута И зачем собственно мучить себя дальше Но в результате появилась информация Что у нас будут чемпионаты мира, чемпионаты Европы То есть уже появился план И там стояли такие города, как Исландия, Рио-де-Жанейро Естественно, я очень неравнодушна к путешествиям И ко всему новому, к новым городам и странам И просто изначально это была первая мотивация Чтобы поехать, посмотреть А потом уже естественно пришел спортивный азарт Не просто же так, чтобы туда поехать, надо показать результат Надо отобраться в команду Соответственно, надо тренироваться А соответственно, ну просто так тренироваться Как бы время свое тратить Я не собиралась То есть если дело делать, делать его хорошо Ты сейчас для меня сказала такую ключевую фразу Зачем я буду себя дальше мучить Вот скажи мне, пожалуйста Какой труд стоит за теми медалями Которые тебе удалось получить на Лондонской Олимпиаде? Когда ты готовишься к паралимпийским играм Да и даже к чемпионату мира Начиная за полгода Просто из твоей жизни исчезают вообще В принципе какие-то походы Какие-то поездки Потому что ты понимаешь, что ты ответственен за свое состояние За свое самочувствие Ты ответственен за то, что ты ешь За то, что ты пьешь За то, как ты ходишь Как ты одеваешься И это просто уже становится образом жизни Олеся, скажи, когда ты пришла на финиш Какие эмоции чувствовала? Вот что у тебя внутри было? Расскажи Радость Переживания Все это сливается Ты гордишься Ты очень Чувствуешь благодарность Всем, кто тебя поддерживал Ты чувствуешь, допустим Какую-то гордость За себя, за страну, за маму Потому что я кричала, что Мама, я тебя люблю И это все приходит в один момент Олеся, ну вот кто-то приезжает с Олимпиады с медалями А кто-то приезжает с пустыми руками И человек положил на это всю свою жизнь А в итоге ничего не добился Вот я, честно, не представляю С какими чувствами эти спортсмены Уезжают с Олимпиады А я представляю Представляю, потому что Я почему закончила со спортом В свое время, да Там, после 10 лет тренировок После выступления На соревнованиях ты Раз, у тебя что-то не получается Два, у тебя что-то не получается Тебя перестают поддерживать В тебя перестают верить Как правило Ты перестаешь верить сам в себя И все, что ты делаешь Оно уже идет С знаком минус Таким отрицанием Вот внутренним Естественно, это не даст никакого результата Порой нужен и психолог На самом деле, я считаю Спортивный психолог Вот, потому что В детских, юношеских школах Только сейчас они появились В мое время не было Свою победу ты посвятила тренеру При этом сказала очень интересную фразу Спасибо ему за то, что он терпит тебя Насколько ты капризная спортсменка И насколько с тобой сложно работать Я знаю, что я совершенно Непростой человек У меня непростой характер И тренер это знает Как никто другой Даже мама, наверное Не так хорошо это знает Потому что с тренером Мы вместе работаем Понимаете Мы каждый день вместе И не важно, что происходит вокруг Мы должны работать Мы должны делать свое дело И, ну, естественно Бывают абсолютно разные моменты Я живой человек Я очень эмоциональная Я очень чутко реагирую На какие-то внешние, так сказать Раздражители Там Погоды И все остальное Все мои эмоции Он направлял в нужное русло Скажи, а постолимпиадный период Он какой? Слава Богу Сейчас у меня есть Да, там Какие-то мероприятия Интервью И общение И существует еще Некое продолжение И наследие Да, вот Игорь Наследие Это мои победы Это мне дает Как раз таки Возможность Уже влиться В обычную В повседневную жизнь То есть Понимаете Когда приезжаешь После соревнований И все Там Какое-то время Тебе не нужно Идти в бассейн Тебе не нужно Там Опять задаваться вопросом Как я проплыл Это задание А какое у меня Будет следующее То есть Твои мысли Они резко Направляются В другую сторону И естественно В этот момент Многие И я, например Теряются То есть Ты в таком Подвешенном состоянии Находишься Ты не знаешь За что хвататься А куда же Собственно идти Хотя и дел Накопилось много Там И Ну вот именно Определиться За что И первым Браться Это вот Основной Мне кажется Трудный момент Ну Насколько я знаю В своей обычной жизни Ты еще Являешься послом Сочи 2014 Вот Что это за профессия Такая Что это за должность Такая Я полностью Поддерживаю Оргкомитет Сочи В подготовке И в последующем Проведении Олимпийских Паралимпийских Игр В Сочи В 2014 Году Для меня Это тем важнее Что это будут Первые зимние Паралимпийские игры В нашей стране То есть В принципе В истории Никогда Мы не принимали Паралимпиаду Соответственно Это Громадная Ответственность Просто Колоссальная И Я вижу Своё участие Как популяризация Паралимпийского Движения Паралимпийских Ценностей Рассказать Людям С Инвалидностью Без Инвалидности Что это Такое Почему Нужно Гордиться Что мы Проводим Паралимпиаду Почему Нужно Обязательно Прийти Поболеть Посмотреть Почему Нужно Помочь В подготовке Почему Это Действительно Так Ценно Олеся Я думаю Что для тебя Не секрет Что не все Положительно Относятся К тому Что на территории Нашей страны Будет Олимпиада В 2014 Году Как ты Относишься К каким-то Негативным Высказываниям На этот счет Знаешь На этот вопрос У меня Всегда один Ответ Каждый Человек Сам Выбирает На что Смотреть На позитив Или на негатив Сколько Хорошего Положительного И нужного И полезного Принесут Эти игры Если Человеку Этого Недостаточно То Наверное Проблема У человека Согласна С тобой На все Сто процентов И Раз мы с тобой Уже затронули Тему Олимпиады В Сочи Скажи мне Как спортсменка Выступать На территории Своей страны Это больше Ответственность Или все-таки Родные стены Они помогают На мой взгляд На мой взгляд Это больше Ответственности Однозначно Потому что Даже когда я В Лондоне Выходила На свой заплыв И я Безумно Нервничала И Волновалась И Со мной Выходила Спортсменка Из Великобритании Моя давняя Соперница И в принципе Подруга Клэр Кэшмор Я знала Что ей тяжелее Чем мне Я просто понимала Что весь этот Стадион Весь этот рев Сейчас будет За нее И Это так давит Ну На мой взгляд Поэтому Я Чувствовала себя Более свободной И более Раскованной На самом деле Вот Поэтому Хотя кому-то Помогают Родные стены Ну Тогда я цепляюсь К словам Что значит В принципе Подруга У нас Присутствует Соревновательный Момент Естественно У нас Присутствует Какая-то Спортивная Злость Но Как только Соревнования Заканчиваются Соответственно Заканчивается И спортивная Злость И В дальнейшем Естественно Мы все Мы все Друг друга Понимаем Как всем Тяжело Чего это Стоило И Каждый Понимает Что Зайти на Пьедестал Это Огромный Труд И Огромная Честь Естественно Мы все Радуемся Друг за друга И поздравляем Но Так сложилось В нашей жизни Что Есть первое Есть второе И есть третье место Просто Каждый сам Решает для себя Есть эти места Для него Или нет Потому что Кто-то говорит Что для меня Существует Только одно место Первое Для меня Существуют Все Все три места И даже четыре Честно говоря Потому что Я знаю Что такое Оставаться В шаге От пьедестала Это не говорит Что ты плохой Спортсмен В спорте Существует Везение Существует Удача Существует Фортуна Я Это Прочувствовала На себе Погрузи Меня И наших читателей В те ощущения Которые ты Испытаешь За 12 часов До соревнований Вот Какие эмоции Какие мысли Как себя чувствует Твое тело Можешь ли ты Спокойно засыпать Вы знаете Я никогда Не могу Заснуть Накануне Меня абсолютно Мучает Бессонница И мысли Причем Мы с ребятами Обсуждали Это И у всех В принципе Ситуация Одинаковая То есть Ты пытаешься Настроиться На то Чтобы там Заснуть На то Чтобы не думать О спорте Не думать О заплыве И Всевозможные Всевозможными Способами Там Думаешь О разных Разных Темах Но Мысли Постоянно Возвращаются Просто Вот Они Как Вот Их Притягивает Как магнитом И постоянно Ты думаешь Вот О заплыве О том Что Как ты будешь Плыть Как ты будешь Выходить На старт А получится А не получится Вот В этот раз Мне удалось Заснуть Нормально Я абсолютно Спокойно Заснула Как-то Настроилась На это Проснулась У меня Очень Сразу же С утра Я проснулась Все Сегодня плыть Руки Дрожат Уже Все И вот Это Волнение Оно С тобой И чем Ближе К заплыву Оно Накаляется 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 Нарастает То есть Мне кажется Зрачки Расширяются И Ты уже Ничего Вокруг Не замечаешь Ты Только Направляешь Себя И все Свои Действия На то Чтобы подготовиться Максимально Хорошо К этому Заплыву Сделать Своё Дел Вот Ну Волнение 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 Еще раз Волнение И за 12 часов И за 24 И за неделю Могу сказать На самом деле И за месяц Начинается Это все Давай Отличемся От того Что ты Спортсменка От того Что Ты не просто Спортсменка Спортсменка Которая гордится Вся наша Россия И посмотрим На тебя Как на девушку Вот что тебя В повседневной жизни Радует Что приносит Удовольствие Насколько я знаю У тебя было увлечение Это серьги Да Что касается Сережек Сразу могу сказать Уже давно В принципе Сказала Что уже Поутихла Это моя страсть А теперь Мне нравятся Сумочки Разные Вот Нет Ну а если серьезно Ну что меня радует Меня радуют Походы в театры В кино Меня радует Шопинг Меня радуют Какие-то мероприятия Меня радуют Съемки Меня радуют Какие-то Гламурные вечеринки На самом деле Потому что Они настолько редки В моей жизни Что каждый раз Для меня Это праздник Олеся Наше интервью Подошло к концу Осталась буквально Одна минута Мне бы хотелось Чтобы ты дала Какие-то напутствия Нашим читателям Как в непростой ситуации Оставаться Сильными Смелыми И целеустремленными Как ты Пожелания Ну естественно Здоровья Счастья Любви Удачи Это понятное дело Но очень хочется Пожелать всем И каждому Все-таки Ценить 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 то Что у них есть Ценить Что Есть этот день Есть этот момент И миг И что Он никогда Больше не вернется Как можно Меньше Сожалеть О чем-то Как можно Больше Радоваться Солнцу Радоваться Не знаю Небу Радоваться Возможности Если есть эта возможность Видеть Ходить Слышать Не зацикливаться На мелочах Не зацикливаться На неприятностях Потому что Все познается В сравнении И Конечно Всегда Есть где-то лучше Но поверьте Бывают и хуже У меня Вот в моей жизни Так случилось Случилось такое событие После которого Пришло это сознание Поэтому мне хочется Достучаться до людей Чтобы Зачем ждать Такого события В их жизни Зачем У вас есть возможность Уже сейчас Осознать Без каких-либо Трагедий Просто уже сейчас Жить Полноценно Жить Насыщенно Жить Добром Жить позитивом Надо ценить Эту возможность Спасибо тебе огромное Друзья Я напоминаю Что у нас в гостях Была гордость Нашей страны Участница Параолимпийских игр В Лондоне Олеся Владыкина Спасибо, что были с нами Я никогда не задавала вопрос Почему именно я Я никогда не возвращаюсь К этой теме Если бы Что бы Было бы Я просто понимаю Что Я жива А моя подруга Лучшая Александра Она погибла И Тут разговоры и мысли Они бессмысленны Абсолютно Потому что Это две несравнимые вещи Я живу А у нее нет Такой возможности Все О чем можно Сожалеть И о чем Можно думать Это все Но иногда Я В сложной ситуации Я говорю себе Я сильная Если я справилась С таким Я справлюсь Со всем остальным Порой Я так себе говорю Я уже преодолела Это И уже Перешагнула И иду уже вперед И я на этом Не зацикливаюсь Не обращаю внимания Люди из меня Уже в принципе Не могут сделать Кого-то Потому что Я тот Кто я есть Вот Но У нас существуют Детки маленькие У нас существуют Люди Которые только-только Попали в какую-то Сложную ситуацию И для них Очень важно Внимание Вот Общества И как они Будут На них Реагировать И естественно Когда На тебя Смотрят Там Негативно Или Когда Выпучивают Глаза И Когда-то Было и такое Когда-то Было там Шарахались Я не знаю И так далее Только потому что Они чем-то Не такие Как вы Для кого-то Вы не такие Как все остальные Очень хочется Призывать всех Не делать этого Потому что На самом деле Вы не знаете Кто Что это за человек И что ему Пришлось пережить И Возможно Он действительно Достоин гораздо Большего Чем Вот Каких-то Таких Взглядов Субтитры Субтитры Продолжение следует...